Добрый день! Сегодня у нас в гостях Владимир Долуч. Владимир, просьба рассказать о классической финке. Коротко. Ну вот как раз коротко два образца классической финки, коротеньких, ухвастеньких, сделанных по традиционным технологиям, которые из себя представляют вот такую штучку. Почему-то считается, что вставляться они должны с характерным щелчком, даже этот щелчок присутствует. Это классика тоже? Да, это классика, но не знаю кто это придумал, а почему. Классическая финночка. Вот это самый-самый ходовой такой образец, который сделан, как я их называю, финки по старинке. То есть здесь даже варит с этого льняном масле ручечка. Материал? Да. Карельская береза. Только карельская береза. Корельская береза и только в него. Или береста, наборная береста с прокладочками. Вот иногда я делаю под заказа клинок не совсем обычную финскую форму, а с рыбочисткой. То есть она... Ну это кто просит. Да, кто просит. Под рыбака. Изумительная вещь такая. Вот. А так классическая финка. Коротенький клинок, обушистый. Что значит обушистый? Они бывают, вот когда смотришь коллекцию старинных финок, не заводского изготовления, а кустарного. То есть сделанных в тех местностях, где финка и родилась. Они бывают, что... Ну я правда не могу похвалиться, что у меня в коллекции такие есть. Они в обухе при коротеньком клинке доходили до восьми миллиметров. Кто говорит, что это для того, что у финнов просто стали не было хорошей? Кто говорит, что это сделано специально для того, ну соблюдая финскую традицию, чтобы там или с проруби вылезать, или удар чтобы был шоковый, когда там с супостатом где-то он встретился в году так в тридцать девять. Вот. И тут сделана именно классическая финка. То есть ухватистая коротенькая ручка с суженицем таким, чтобы рука не соскальзывала, покрытая сначала варена в льняном масле, потом самым обыкновенным воском. Оковочка в обхват, которая держит деревяшечку, предохраняя ее от растрескивания. Обушистый клиночек. Ну, здесь они где-то 4 миллиметрика. Вот. Ромбовидный клинок... Зачем финну делали ромбовидный клинок в основном, трудно это объяснить. Тоже всякие ходят легенды по этому поводу. Вот. И самое главное, это чисто кленовидная заточка без подвода. Прямой клин. Прямой клин, да. И поэтому у меня режущая кромочка, она очень нежная, и каждый пользователь ее делает уже под себя. Кто-то делает небольшой подводик, кто-то... Ну, в общем, каждый затачивает ее уже под себя. Но изначально эта задумка была сделана для того, чтобы тяжелую работу по строганию... Вот. Сухая карельская береза, очень твердая. И чтобы она ее строгала без усилия. То есть, чем меньше усилия прилагается к работе, тем человек, живущий в лесных условиях, просто эту работу сделает быстрее и качественнее. То есть, здесь чисто-чисто нежный клинушек. Если кому-то хочется, чтобы это дело было более грубовато, проблем нет. А бусилочек сделал подводик. А так она точится всей плоскостью. Просто кладется и всей плоскостью выводится на тоненьком брусочке. Да, на тоненьком. Не на тоненьком, а тот, который подвернется под рукой. Вот так. Да, потому что там бегать по магазинам в тайге негде. И поэтому, что попалось под руку, что нашлось, тем и точится. Ножны из грубой кожи, покрытые тоже чистым воском. Внутри деревянный вкладыш. То есть, с этим ножом не страшно, если... Вот он висит вот так. На поясе. Споткнулся, упал, мало ли что. Не прорежет, не воткнется. Да, и ваши причиндалы останутся на месте. Эта финка точно такая же. Чуть-чуть подлиннее клинок. Чуть-чуть подлиннее, это какой длины? Вообще, клиночек достаточно короткий вот на этих финках. А плюс еще, когда надо какие-то... Да, она специально короткая, для того, чтобы был вот этот рычаг реза такой сильный. Чтобы был длинный финк и неудобно работать. Поэтому заводские финки Мартинии, они мне не очень нравятся, из-за этого, что просто она такой, думаю, нафиг в лицо мочеть им надо. Глубокие долы. Такие, придающие харизматику такую своеобразную. Тоже чистый клиношек. Ручечки на расклеп. То есть, квазной монтаж и на расклеп. Вот здесь вот. То есть, эту сталь расклепать, что эту D2, что вот эту K390, в принципе, расклепать невозможно. Это надо, я не знаю, какие усилия прилагать, иначе... Под электричками. Ну, потому что работаешь с закаленной сталью. Да, я не отпускаю сталь, то есть, чисто каленую. Вывожу уже с каленой. Как вот мне производитель говорит, что здесь 62 единицы. То есть, здесь 62 единицы есть. Вот и поэтому мне приходится приваривать хвостовики. Которые потом можно расклепать. И хвостовички коротенькие, всего 2 см. То есть, конструкция вся очень жесткая, очень надежная. Таким, какая должна быть финка именно у человека, занимающегося рыбалкой, охотой, собирательством всяких дикоросов и прочее, прочее, прочее. То есть, этот нож влез на природу? Да. На охоту, на рыбалку? Да, да. Но это не универсальный нож. Я бы не назвал его чисто охотничьим. Охотничьим или... Это принадлежность ремня мужских штанов человека, который живет вот... На природе. Да, на природе. И не в Сахаре, и не где-то там в наших степях, а именно лесная зона. Вот. Маленький, аккуратный, хороший нож. Да, маленький, аккуратный нож. Ну, плюс он очень такой надежен в том плане, что все очень жестко, даже излишне. Многие меня упрекают в том, что, дескать, вот нафиг ты делаешь сквозной монтаж, там можно что-то как-то попроще. Нет, здесь нету никаких новшеств. Вот как должна быть финночка по-стариночке. То есть, повесил на пояс, сунул сапог там на любителя и забыл. И знаешь, что она, в общем... Единственное, что у финнов, конечно, у родных финнов, у старых, сталь была помягче. Это, как говорится, что тут говорить. А что здесь стоит вот на этой? Здесь Д2. Д2. Да. Именно вот так. Чешская. Чешская Д2, да. Закалена на заводе. Там закалена, сюда она приходит уже. То есть, я ее не отпускаю ради облегчения обработки. Именно как она приходит, то есть, вывожу ее на чистый, перевернирую ручку в другую сторону. О, щелчок был? Был. Фирма. Финки от Долти. Рекомендую.